здрасте на краске меня зовут анна кравченко и вы на моем канале сегодня я вам расскажу про новинку новую систему ламинирования brow fix up что это такое как его использовать именно теории и дальше мы обязательно с вами разберем уже во второй части чуть чуть позже как на практике применять данное средство поехали и так brow fix up эта система ламинирования бровей конкретно бровей потому что практически все системы которые есть у нас на рынке они предназначены и для ресниц и для бровей я объясню чуть чуть позже вы поймете почему именно только для бровей вообще в принципе что такое у насaime йнил и не бы долговременная укладка это изменение структуры волоска за счет чего же меняется у нас структура волоска у нас есть вами к в копек wtedy в волосе в котором находится у нас химические связи химические связи они у нас могут быть водородные и он не дизайс видны вот что такое водородной связи водородная связь это цепочка которая разрушается у нас под воздействием как правило либо воды либо температуры например вы накрутили волос на плойку они у вас подержались пол дня день дальше они у вас раскрутили потому что изначально водородные химические связи вас разрушили седания они уже у вас снова восстановились то есть надо водородные связи не очень быстро восстанавливать ионные связи у нас разрушается под воздействием опять высоких температур может быть если постоянно выравнивать утюгом либо под воздействием ph например очень сильно щелочного ph если вы моете волосы например только очень жестким шампунем либо мылом 3 4 5 раз вы увидите что у вас структура вашего волоса изменится это у нас и он на связь у нас с вами десульфидные связи это самые прочные связи несмотря на то что их меньше всего и вот десульфидные связи можно разрушить на данный момент только с помощью двух основных компонентов на которые используются у нас долговременных укладках либо в ламинировании это так называемая теогликолевая кислота но она не используется именно в виде кислоты она используется виду теогликолята аммония то есть первый состав как правило долговременной укладки небо ламинирования он ведь щелочной поэтому там должна быть щелочью а буферное вещество у нас да будет теогликариат аммония так вот этот в основном используют все производители данный компонент потому что он является очень сильно агрессивным и он быстро разрушать десульфидные связи до 70 процентов это очень хорошо для ресниц потому что нам нужно сделать завиток но для бровей это на самом деле очень плохо потому что волоски становятся неживые они подвержены ломкости особенно если вы после такой процедуры как ламинирование сделаете например окрашивание высоко щелочным красителем у которого ph выше 9 то у вас просто волос начнет отламываться и либо вы сделали например такое ламинирование на теогликариат аммония а после там через месяц повторили процедуру и вы увидите что количество волосков на бровях у вас там много меньше почему многие специалисты отучились на данную процедуру но не ставили делать потому что они видели результат который им не нравился точно так же и мы да и я например конкретно про меня я не делала данную услугу клиентам потому что мне не нравился результат и мы решили сделать средство которое бы меняла структуру но оставляла волоски живыми активными да как бы это странно не звучало и но они очень хорошо укладывать на самый важный момент поэтому мы нашли способ сделать такой состав чтобы он максимально был щадящим для волосков наш состав 1 lan professional line на основе цистамин гидрохлорита этот компонент который вырабатывается химически но он подобен компоненту которые есть у нас волосе цистину это минус лагина кислота из которой формируется белок волос то есть по сути мы когда меняем структуру волоса цистамин гидрохлорит является реструктуризантом волос мы меняем но он заполняет собой все пустоты и волос наоборот он достаточно плотный живой но лежит в нужном положении как вам нужно и цистемин гидрохлорит что очень важно он реструктуризирует только 30 процентов десульфидных связей а не 70 как тегрит авиатомон это основные преимущества кроме того очень важный момент что здесь находится кератин потому что мы знаем основным строительным компонентом волоса является кератин поэтому волос будет выглядеть максимально плотным и послушным и также в составе находится мочевина мочевина это компонент который себя задерживают воду и препятствует обезвоживанию кожи и препятствует обезвоживанию волоска как же наносить сколько держать и технические до моменты изначально вы прорабатываете кожу помощью детокс мусор а то есть вам просто нужно очистить кожу для того чтобы нанести первый состав далее мы наносим с вами первый состав первый состав как мы уже выяснили он является щелочным и он у нас разрывает серные мостики то есть он начинает разрушать нам десульфидные связи мы наносим его от 6 до 15 минут в зависимости от структуры волоса чем плотнее воздать тем дольше мы будем держать чем менее плотный тем не так долго мы будем держать очень важный момент что цистамин гидрохлорид он не имеет неприятного запаха поэтому первый состав достаточно приятно пахнет в отличие от гликолята аммония до который находится практически во всех составах мы наносим первый состав можно закрывать пленкой можно не закрывать пленкой это в зависимости от того насколько вам нужно поменять структуру да и направление волосков после того как вы убрали первый состав как вы выдержали первый состав вы убираете его ватным диском с водой мы убираем его с помощью ватного диска смоченного водой это важный момент после этого вы наносите 2 состав который основным компонентом которого является перекись водорода и это уже если первый состав это щелочной плаш то второй состав это кислотный плаш и он у нас восстанавливает десульфидную связь но уже в новом направлении то есть очень важно в данный момент чтобы у вас волоски лежали так как вам нужно вы его наносите на время точно такой же как и первый состав выдерживаете и после этого смываете влажным диском там смоченным водичкой когда вы его хорошо смыли дальше здесь вопрос хотите вы окрашивать даме брови либо не хотите если вы будете окрашивать брови то перед окрашиванием обязательно нанесите опять таки деток смуз для того чтобы хорошо очистить кожу и очистить волос так как второй состав имеет кислотный ph после вы наносите краситель и когда вы смываете уже краситель вы наносите color fix если же вы не хотите окрашивать то есть вас и так устраивает цвет форма либо клиента и так устраивает цвет и форма тогда после второго состава вы сразу можете нанести color fix и на этом ваша процедура уже завершится color fix это лучший вариант чем масло потому что масло склеивает волоски до утяжеляет волоски причем масло достаточно плохо проникает в щетинистые волосы то есть щетинистый волос лучше проникает все жидко длинный волос проникает все лучше маслянистый и на этом процедура у вас заканчивается рекомендуется повторять процедуру не чаще чем раз полтора месяца после того как вы сделали услугу можете сразу покрасить и после окрашивания вы можете повторить услугу окрашивание через две-три недели в зависимости от потребности клиента надеюсь информация для вас была полезна кто будет пробовать новую систему ламинирования обязательно отмечайте меня в stories и самые активные подписчики получат от меня подарки вот такие футболки всем пока